так да сегодня у нас 3 3 число да мы действительно есть для 1 2 мая много чего объехали посмотрели большой потенциал у долины у района и вот действительно какие то одной стороны очень много и хорошие дороги хорошая инфраструктура другой стороны вот есть сдерживающие факторы да и вот мы сейчас администрации разговаривали об этом районы что действительно особый статус природного парка федерального объекта да действительно сложности в регистрации предпринимателей регистрации земли но вот как вы действительно с этим планируете развивать вот в чем вы видите уникальности а в чем действительно вот зона развития для тункинской долины ну это на самом деле как бы головная боль всех национальных парков российской федерации только вот сейчас буквально года два назад начала начали разговаривать о экологическом туризме раньше как бы национальные парки более как существовали как заказники где посещать телевизоре национальных парков вообще она ограничена сейчас же с развитием экологического туризма направление это развивается и вот 505 федеральный закон в рамках которого мы хотим вывести сельские поселения из состава национального парка сейчас проводим получается работы по уточнению границ населенных пунктов и естественно же мы останемся в национальном парке и конечно же упор нашего туризма будет направлен на развитие экологического туризма в рамках этого экологического туризма будем заниматься тропостроением конечно же мы понимаем что на территории национальных парков нельзя возводить капитальные сооружения поэтому конечно же у нас будет направленность глэмпингов сейчас как раз они как бы в тренде глэмпинге буквально года два назад о них мало кто слышал ну тогда тема какая сейчас этот термин глэмпинг на слуху каждый получается кто у нас занимается туризмом уже думает как он будет устанавливать себе глэмпинг выбирает образные модели у нас традиционно юрточные комплексы трое бурязды традиционно жили в глэмпингах и вот многие с москвы и приезжали коллеги они говорили что юрты у вас это уже будет готовый глэмпинг надо по сути решение уже такое благоустроить и тем более они у нас были всегда круглогодичные круглогодичные бесфундаментные так как у нас деревьев много то есть мы не в степи живем поэтому у нас традиционно глэмпинги строят юрты у нас строились из но они теплые и так же они все равно без фундаментные были легко перевозимые а сейчас есть действующего глэмпинга в тонкийской долине или пока нет вот да сейчас много у нас заявок на глэмпинге но вот вот такого вот именно действующего глэмпинга который назвал бы себя глэмпингом нет то есть у нас есть этноюрты но есть их можно отнести уже глэмпингом но для глэмпинга еще нужно наличие благоустройства непосредственно в самом вот таких вот глэмпингов у нас нет но юрт у нас много есть же меры поддержки отдельной по моему под глэмпинге да да сейчас софинансирование возможно сейчас и через рост туризм или через министерство туризма поддерживать направлен направлении глэмпингов и через получается гранты рост туризма уже планируется 8 создание 8 объектов со строительством глэмпинга вот сейчас предприниматели ждут финансирование сейчас вся россия ждет финансирование 2020 года ну который просто году а вот да мы говорили еще совете по туризму вот он у вас сейчас только образуется вот как инструмент развития непосредственно туризма в долине да вот может быть несколько слов о том как вы планируете чтоб он работал такие вот у него будут какая функция что ли в развитии туризма как вы видите ну вот как сегодня мы разговаривали с директором национального парка алдар джангарыч им то есть сейчас в связи с участием в конкурсе оси двадцатом году этот конкурс как бы сблизил нас и дружил то есть у нас муниципальное образование национальный парк входит в границы района то есть полностью границы совпадает то есть весь район нас стопроцентно данца национальным парком и у нас существовало две администрации то есть администрации муниципальное образование и администрации национального парка и это были как две противоборствующие связи с тем что у нас статус национального парка мы для своих граждан жителей не могли выделить земельные участки там допустим за третьего ребенка а потому что это все территория да вот 505 закон дальше решает должен решить мы надеемся и национальный парк сейчас уже как повернулся лицом к жителям то есть начал смотреть на проблему ксератором помог то что вас действительно соединил и как-то единый вектор то вы работали и сейчас у нас назрело такое вот решение создать совет по туризму при администрации танкинского района при главе и администрации национального парка также мы хотим у него включить все активное наше население наших предпринимателей чтобы это был не просто как допустим такой орган чтобы это был живой такой совет чтобы мы собирались и решали какие-то насущные проблемы решали проблемы наших предпринимателей оказывали им поддержку ну и также мы их чтобы объединили потому что все равно как бы даже несмотря на то что мы являемся одним районом у нас присутствует небольшая конкуренция между тем этим парком и район нет между предприниматель а вот у нас есть как мы уже говорили ранее то есть четыре точки туристического роста сосредоточенные возле курортов федерального значения отшан курорт милого пустынь курорт малышка выше хангарулы и вот каждый из жителей того или иного населенного пункта возле курорта он актуализирует как бы свой курорт и он говорит вот допустим вот милого пустынь у нас такая там древняя история мы там еще на сарпиес хепископ нил там еще и декабристы у нас уже ну этот источник был давно как бы известен и естественно как бы приоритет нужно отдавать нам курорт аршан он говорит что мы курорт федерального значения то есть мы лечебницы восточной сибири все к нам приезжают как бы и конечно же акцент нужно на нас выделять вышка она за счет того что у нас термальные бассейны это одно из самых популярных мест тункингского района то есть более 90 процентов отдыхающих даже которые в курорте аршан становится ленивая пустынь они обязательно идут все хотят посетить вышку покупаться в этих термальный бассейн и существует такая них ревность можно сказать и конкуренция между друг другом и между друг другом да и также предприниматели тоже совет здесь может помочь да и вот этим советом создания мы как-то хотим их объединить и дать им какие-то пути решения вот допустим кто-то остановился допустим из туристов на курорте аршан и я слышал что существует такие такое мнение что запрещают экскурсоводам гидам да чтобы они водили экскурсии какие-то другие курорты источники на курорты источники то есть тем самым они как бы обделяют своих туристов то есть они показывают только одну сторону не хотят показать курорт а мы хотим наоборот показать чтобы было получается соединить маршрутами за счет того что у нас то есть с одной стороны хопсугул о байкал да с другой стороны хопсугул то есть мы можем сделать такие продолжительные туры объединив их названием байкал-хопсугул либо от байкала до хопсугула вот допустим в один день они допустим выезжают с байкала приезжают в ажар курорт аршан там потухшие вулканы но у них свои достопримечательности река кынгарга на ней 12 источников самая популярная тропа тропа на первый водопад потом пик любви но много там объектов вот то есть день они допустим проводят в аршане потом они переезжают в местность вышка потому что у нас все равно географически они расположены там 60 километрах для туриста отдыхающего ну как бы это сложный переезд если в один день он будет по 200 километров и поэтому как бы разделить его там километров по 60 вот допустим в один день он становился там посмотрел потом другой день он переехал на вышку там также сосредоточены свои достопримечательности там датсаны живописный берег иркута термальные выходы вот эти вот минеральные то есть то есть к тем предпринимателям те предприниматели свою предоставили сувенирную продукцию какую-то там по сути от это выиграть вся система да да в целом на вся долина да да и потом они дальше переехали в нила упус и нила упус они услышали там историю посетили краеведческий музей в хайтаголе увидели тропу на шумак посетили бурхан бавэ даца ну то есть это как разного и потом уже на следующий день они переехали уже в поселок монды приграничный и полюбовались там самая высокая точка восточной сибири дороги мунку сарды и пересекли границу и побывали на братья младшим братья озера байкал озере хупсугул монголия ну то есть задумка такая по сути вот совет как это инструменты действительно консолидации местного бизнеса туристического да то есть такие планы у насколько вот они перспективы реализации в каком горизонте временам ну если временной промежуток то мы сейчас очень торопимся потому что уже на 2024 год запланировано открытие придание статуса map многостороннего пункта пропуска монды ханг что нам это даст это даст нам то что любой гражданин третьей страны вот сейчас границу между россией и монголией у нас монды ханг могут землетрясение землетрясение я думал что это такое сейчас границу монды ханг могут пересечь только получается граждане россии и монголии вот так как жители центральной монголии вот жители улан-батора у них дорога совсем не совсем как бы такая подходящая там говорят заправочных станций маловато то у монголы с улан-батора искает границы границу российской федерации в кяхте потом едут до байкала и вот проделывать вот этот путь от байкала до хупсугула как раз по там кинской долине вот сейчас же получается с двух тысяч и двадцать четвертого года откроет границу и по официальным данным монгольским в хупсугульском аймаке прибывает 150 принимает 150 тысяч иностранных туристов то есть это жители америки то есть они все из других стран пойдут сюда да 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 у нас в иркутской области насчитывается где-то 350 тысяч иностранных туристов которые потенциально могут пересечь границу и монголы тоже в этом заинтересованы также как и мы там тункинская долина что то есть 250 в иркутской области и порядка 200 в республике бурятия иностранных вот и мы планируем что тункинскую долину будет ежегодно посещать не менее 300 парка иностранных туристов 300 тысяч 300 тысяч на а сейчас сейчас наговорили в прошлый раз вот сейчас да какие показатели но на 2000 год но но да вот иностранным вот сейчас в пандемии иностранцев стало гораздо меньше но во внутреннем году 250 года вот нет это это тукарша это вообще как бы официальные данные по по приему туристов мы насчитывали 250 из них примерно и 1330 приходилось на иностранные корейцы нас посещали китайцы ну и вот иркутские фирмы за счет того что у нас близость получается к иркутской области надо ближе мы ограничимся с людянским районом иркутская область старается всегда свои туры включать к долину потому что то есть то есть со стороны иркутской части байкал он такой более промышленный особенно если говорить о културском районе културском районе в дянском районе если говорить то там он такой более как бы застроенный надо здесь природы многие кто отдыхают на южном байкале они все заезжают тункинскую долину за счет того что полюбоваться горами аршанами источниками понял понял спасибо очень интересно действительно тут вот третий ну да третий день почти да и действительно вот много огромный потенциал желаю вам успех надеюсь идет удастся поработать спасибо